Друзья, тема, которую мы сегодня затронем, моя любимая. Я могу говорить о ней часами. Итак, сегодняшний видеоролик посвящен композиции. А что это значит? А это значит, что совершенно не важно, на что вы снимаете, на смартфон, фотоаппарат или экшн-камеру, вам необходимо руководствоваться правилами композиции. И в этом коротком ролике я расскажу вам об основных 15 самых важных правилах, при помощи которых вы взглянете на свое хобби иначе. Вы почувствуете вдохновение и начнете удивлять своего зрителя. Итак, с вами интерактивная фотошкола Art Photo Life. Меня зовут Серджио и поехали. Композиция это, конечно же, не закон. Следовать правилам, о которых мы сейчас поговорим, вовсе не обязательно. Но если вы хотите, чтобы вашу фотографию смотрели не отрываясь, разглядывали и повторяли «Вау!», то вам эти правила необходимо знать и руководствоваться ими при построении кадра. Итак, мы с вами настроили камеру, поняли, что такое выдержка и как ей управлять, и главное, для чего все это делать. Изучили, что такое экспопара, вы готовы к съемке, но вам для начала нужно ознакомиться и усвоить правила композиции. И да, приемов построения кадра множество, это целая наука. Но с чего-то начинать надо, и сегодня мы познакомимся с вами с базовыми правилами композиции. Вы наверняка слышали о слове «композиции» в музыке, но что же такое композиция в фотографии? Композиция фотографии и живописи – это способ передать зрителю то, что хочет сказать автор. По сути, правильно выстроенная композиция мотивирует зрителя смотреть на ваше изображение так и столько долго, сколько решите вы сами. Также композиция помогает соединить все объекты в кадре в общий сюжет картины, починить их единому смыслу, создав гармоничный ансамбль из фигур, линий, текстур, фокуса и передать это вашему зрителю в виде образов, настроения и эмоций. Сейчас я вам буду показывать примеры фотографий и расскажу, какие правила композиции в них применены. А вы, когда будете рассматривать фотографии других авторов, например, в Инстаграм, обращайте внимание, какое правило использовал фотограф, делая свой снимок. И, конечно же, сами при съемке старайтесь эти правила повторять. И вы сами не заметите, как ваш скилл, ваш уровень вырастет, потому что вы начнете отличать удачную фотографию от менее удачной. И это вам поможет как оценивать уровень снимков других, так и совершенствовать свой уровень фотографа. Также, друзья, для того, чтобы эффективно создавать красивое художественное изображение, необходимо правильно выбирать формат фото, вертикальное или горизонтальное изображение, грамотно выбирать точку съемки и правильно использовать цветные и контрастные детали. Новичка всегда можно узнать, как он снимает основной объект. Практически на каждом снимке, будь то портрет, пейзаж или макро, этот объект всегда будет в центре кадра. И, наверное, самое известное, популярное и часто повторяемое правило, это правило третей. Оно настолько популярно, что его даже используют в камерах. И это неспроста, ведь правило третей рассчитал и предложил не кто иной, а сам Леонардо да Винчи. А немного позже это правило стало носить второе название, золотое сечение, и получило развитие. Но о других золотых сечениях немного позже. В чем же заключается правило третей? При определении зрительных центров кадр делится на ровные три части, по вертикали и диагонали. Важные объекты располагают на линиях. Также контрасты, присутствующие в сюжете, можно расположить, используя правило третей. Согласитесь, снимок с использованием правил третей намного гармоничнее изображения, снятого спонтанно. Второе правило – диагонали. Диагонали всегда притягивают внимание зрителя. Фотография с объектами, в которых явно прослеживаются диагонали, принимает динамику, экшен, даже при статичных объектах в кадре. Диагонали могут быть восходящими и нисходящими. Восходящее передает зрителю чувство спокойствия. Нисходящее же может вызывать тревогу и беспокойство. Зная это, вы можете управлять настроением в кадре, передавая это настроение вашему зрителю. Ведущие или направляющие линии. Мы привыкли читать слева направо, поэтому размещая в правой части снимка центр сюжета картинки или основной объект, вы направите движение основного объекта навстречу движения взгляда зрителя. Также вы можете по направляющим направлять взгляд зрителя к важному объекту или смыслового эпицентра вашего сюжета. Линии могут быть горизонтальные и они обозначают постоянство, безмятежность, релакс, вертикальные, стабильность и устойчивость. С-образная кривая изображает изящность, жизнь, движение. Следующее правило – правило треугольника. Часто используются в фуд-фотографии и раскладках. Если мысленно на холсте разместить треугольник и по углам треугольника разложить предметы, получится данное правило. Равнобедренный треугольник создает настроение статичности. Неравнобедренный треугольник же придаст вашему изображению динамики, жизни. Ну и в принципе три объекта в кадре намного гармоничнее и лучше воспринимаются зрителем, чем два или четыре объекта. Паттерны – это повторяющиеся похожие формы, текстуры, объекты, которые складываются в узор или орнамент и всегда сильно притягивают к себе зрителя. Этот очень простой, но достаточно эффективный метод передачи ритма, динамики, симметрии никогда не оставит равнодушным того, кто рассматривает кадры с паттерном. Золотые треугольники. Данное правило напоминает правило третей, только в случае с золотыми треугольниками вместо прямоугольного деления кадр делится по диагонали от одного угла к другому, а два других угла делятся перпендикулярами к диагонали. Таким образом, кадр делится на четыре разных по размеру треугольника. Располагая объекты и используя это правило, можно достичь гармонии и получить впечатляющий результат и сильные акценты. Спираль Фибоначчи – очень интересное и оригинальное правило композиции, которое также основано на принципах золотого сечения. В природе спираль Фибоначчи можно увидеть в раковинах ракообразных, улиток, в стеблях растений. Используя это правило, располагая объекты по спирали, вы создаете поток. Вы можете развернуть спираль в любую сторону, вы можете размыть фон, но учтите, что фокус должен сохраняться в самом центре спирали. Это воистину волшебное правило, которое поможет вам создавать просто невероятные кадры и фантастические сюжеты. Заполнение кадра. Располагайте объект по всему кадру и не давайте зрителю отвлечься на ненужные объекты. Создавайте сильные акценты на эмоциях, деталях, текстуре. Это одно из самых простых правил при реализации, но при этом мощнейший способ влияния на зрителя. Многие скажут, что это правило противоречит правилу третей, но не совсем так. Если вы совместите третий и заполнение в одном кадре, то получите просто превосходный результат. Фрейминг. Это правило заключается в использовании окружающих объектов, в создании обрамления вокруг главного объекта или центра событий. Это очень простой, но невероятно сильный прием при построении кадра. Используя фрейминги, вы фокусируете внимание зрителя на главный объект, добавляете глубины изображения и создаете эффект папарацци, как бы подглядывая со стороны за происходящим в кадре. Правило равновесия или симметрия. Достаточно простой, но при этом очень сильный прием построения композиции, при помощи которого вы создаете гармонию, равновесие, спокойствие в кадре. Сложите мысленно кадр на две половинки, и если они идентичны, то вы использовали симметрию. Симметрия может быть горизонтальной, вертикальной и радиальной. И если ваша симметрия слишком идеальна, зритель может заскучать. Поэтому делайте симметрию слегка несовершенной, чтобы повысить любопытство разглядывающих ваш снимок. Контрасты. Снимай темный объект на светлом, а светлый на темном, иначе объект сольется с фоном и вы потеряете интерес зрителя. Формат. Если в кадре преобладают вертикальные объекты, кадрируй снимок вертикально. Если горизонтальные, например, пейзажи, лучше, если снимок будет горизонтальным. Точка съемки. Для портрета лучшая точка на уровне глаз. Для портрета в полный рост, на уровне груди или пояса. Старайтесь не делить фотографию ровно напополам линии горизонта. Зрителю будет некомфортно смотреть на такой снимок, он будет затруднен в поиске главного объекта. Никогда не снимайте детей и домашних питомцев сверху. Так делают только дилетанты. Применяйте то же правило на уровне глаз. Если у модели двойной подбородок, поднимите камеру немного выше уровня глаз, и линия лица станет более артистичной. Снимая в городе, не стесняйтесь приседать и получать интересные и цепляющие взгляд зрителя ракурсы. Цветное пятно. Используй в кадре цветные пятна, противоположные по цвету. Это привлечет внимание и усилит впечатление от сюжета. Если в кадре движущийся объект, оставляй перед ним больше пространства. Тем самым ты подчеркнешь динамику и покажешь сюжет, в котором объект только попал в кадр. И воображение зрителя будет двигаться в другой противоположный край кадра. Теперь вы знаете, почему одни фотографии интересно рассматривать, а другие обходят ваше внимание стороной. Пользуйтесь новыми знаниями, и вы сами увидите, как ваши кадры стали более профессиональными. Несмотря на то, что вы, может, даже снимаете их на телефон, их уже труднее будет отличить от снимков, снятых на камеру. И еще один небольшой совет. Ешьте слона по частям. Ну или другими словами, если вы начинающий фотограф, то не нужно погружаться полностью во все инфопространство, пытаясь переработать, переварить всю информацию. Усваивайте ее частями, а для того, чтобы вам легче было информацию усваивать, запоминать и потом эффективно использовать и применять, я ее подаю вам систематизированно. Все курсы разложены по плейлистам, все уроки курса пронумерованы в хронологическом порядке. И именно в таком, в котором необходимо изучать съемку и обработку. От легкого к сложному. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, плейлистами на канале нашей фотошколы, как книгами в книжном отделе, где каждому жанру своя полочка, каждой книге свое место. Осталось только эту книгу с полки взять. Продолжение следует...